Ноябрь 24 продолжает свою работу. Сейчас о главных темах дня. Заболеваемость растет. На Ямале за неделю больше 7 тысяч случаев ОРВИ. Долгожданная реконструкция в ноябрьские коммунальщики приведут в порядок 7 километров инженерных сетей. Сказка обойдется недешево. Стало известно, сколько потратят на украшения Ноябрьска к Новому году. Людям с антителами коронавирусу могут начать выдавать специальные QR-коды. Этот вопрос обсуждается Роспотребнадзором. На экспертном уровне сообщили в федеральном оперштабе. Речь идет о тех, кто имеет антитела COVID-19, но не получал при этом официального подтверждения перенесенного заболевания. По словам врачей, уровень антител достаточный для защиты от болезни, пока остается темой научных дискуссий по всему миру. Поэтому официально показателем иммунного статуса является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом. На Ямале пришлось разобщить несколько групп в детских садах и два десятка классов в школах. Виной всему заболеваемостью РВИ и коронавирусом. Об этом сообщили в Ямальском управлении Роспотребнадзора. Три детсадовские группы в трех учреждениях разобщили из-за заболеваний у РВИ. А вот учеников в 17 школах перевели на удаленку из-за контакта с ковид-положительными. Сан-врачи отмечают рост заболеваемости у РВИ и гриппом. Явление сезонное. За прошлую неделю зафиксировали 7200 заболевших. Почти половина – это дети. В 196 случаях медики диагностировали вне больничной пневмонии. Официально подтверждены 19 случаев гриппа. 20 ноября педиатры отметят свой профессиональный праздник. Эти специалисты ведут своих пациентов с самого рождения и до совершеннолетия. Найти общий язык с детьми, говорят врачи, немного проще, чем со взрослыми. Как работают педиатры сегодня и почему молодые специалисты возвращаются на ЯМАЛ, расскажем в следующем материале выпуска. Маленький Адам сегодня вновь встречается со своим педиатром. Малышу вот-вот исполнится год, поэтому на пороге этого кабинета он появляется регулярно для профилактики. Такие осмотры – один из способов следить за здоровьем самых важных пациентов. Проверяют состояние, нет ли каких-то осложнений, отклонений. Она очень, очень находит подход. Сразу не боится врачей. И Адам, и Алена сейчас только делают первые шаги. Их пути пересеклись год назад. Тогда молодой врач окончила вуз, а Адам появился на свет. Меня поставили на участок. Я первым делом начала, я вначале не брала вызова. То есть Наталья Владимировна, заведующая, она сказала, что пока втянись по здоровым деткам работать. То есть я ходила по патронажам, по новорожденным. И вот как раз был, только-только выпишешься из спирентального центра. Сейчас ему уже год. Сначала она первый раз к нам пришла домой, и я думала, что за девочку пришла. Первый раз не было доверия. А потом, когда пообщались, поняла, что она специалист хороший. Всего под опекой Алены больше восьми сотен маленьких пациентов. Каждому нужен свой подход. С детьми, говорит врач, работать легче, чем со взрослыми. Главное поймать момент. Нужно всегда улыбаться пациентам, то есть быть добродушным, доброжелательным, чтобы дети чувствовали доброту. Если, например, человек злой, либо черствый сердцем, то, конечно, дети это будут чувствовать, и они будут бояться ходить к педиатру. За один рабочий день Алена Стадольника сможет принять несколько десятков маленьких пациентов. Часть приходит вместе с родителями, кому-то сама заглядывает в гости. Каждый день врач проводит поквартирные обходы. Сейчас это особенно актуально. Дети склонны болеть к началу зимы. Самые частые поводы для визита – кишечные инфекции и ОРВИ. Зависит от времени года и дня недели зависит. Например, в понедельник это очень куча вызовов бывает. Может быть, например, до 20 на одном участке. Даже бывали случаи, когда им больше. Это вот октябрь, сентябрь. И, помимо прочего, врач должна знать о противопоказаниях и особенностях здоровья каждого ребенка. Работа сложная и более чем ответственная. Но о сделанном когда-то выборе Алена еще ни разу не пожалела. Год назад она вернулась в Ноябрьск, чтобы отработать контракт по целевому направлению. Но покидать родной город больше не намерена. Яна Джуз, Александр Иванов, Сергей Павлов, Антон Плоский, Ноябрьск, 24. Ямальцы рассказали, как относятся к ситуации с коронавирусом, а также, что думают о вакцинации. Результаты онлайн-опроса публикует Центр управления регионом. Больше половины респондентов считают COVID-19 опасным заболеванием. Причем настороженнее к инфекции относятся женщины и ямальцы старше 55 лет. А вот молодежь от 18 до 34 лет, напротив, считает, что вирус не представляет особой угрозы. При этом 48% респондентов отметили, что коронавирусом болели их знакомые и коллеги. 39% и сами перенесли инфекцию. Третий мальцев огорчена введенными АПИД-ограничениями. При этом привились только половина опрошенных, а 3% признались, что ничего не слышали о вакцинации. Более 7 километров сетей заменят коммунальщики Ноябрьска в 2022 году. Реконструкцию проведут в первом и втором микрорайонах. Это первые районы капитальной застройки в городе. Домам и сетям уже более 35 лет. Коммуникации изношены, и это приводит к частым авариям. В будущем году старые трубы заменят на новые. Современная изоляция, что снизит теплопотери и защитит от коррозии. На эти цели в инвест-программе «Энергогаз Ноябрьск» предусмотрено 190 миллионов рублей. Кроме этого, коммунальщики планируют завершить реконструкцию станции, очистки подземных вод, построить новую канализационную насосную станцию и продолжить реконструкцию коммуникаций на промзоне. Объем финансирования всех работ составит 525 миллионов рублей. Ямальские энергетики готовы к работе в аномальные холода. Специалисты завершили техобслуживание служебных автомобилей. Речь идет в том числе и о вездеходах на гусеничном ходу. Как сообщили в компании Россети, большая часть энергообъектов на Ямале расположена в труднодоступной и заболоченной местности. Всего по автомобильным дорогам энергетики проезжают до 3500 километров, а затем съезжают в тундру на спецтехнике. Специалисты продемонстрировали один из таких автомобилей. Это вездеход «Витязь». Он предназначен для проезда в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего на счету двух арктических филиалов, в том числе и ноябрьского, более 500 единиц техники. Беспилотник Почты России совершил на Ямале первый полет. Экспериментальная доставка корреспонденции прошла по маршруту Салихард-Оксарка. Беспилотный вертолет «Аэромакс» может перевозить грузы весом до 100 килограммов на расстояние в 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находиться в воздухе до 6 часов. Беспилотная авиация развивается в регионе по инициативе Дмитрия Артюхова. Использование дронов позволит в кратчайшие сроки доставлять письма и посылки жителям отдаленных ямальских поселений. Газпромнефть признана одним из лучших работодателей России. Компания вновь в числе лидеров рейтинга международного агентства «Юниверсум». В 2021 году Газпромнефть сохранила позиции в топ-5 лучших работодателей по направлению бизнес-коммерции, а также инженерного дела и естественных наук. В области гуманитарных наук Газпромнефть попала в первую десятку. Рейтинг был составлен по результатам опроса профессионального сообщества России. Респонденты оценивали корпоративную культуру компании, уровень программы развития компетенций и возможностей для профессионального развития. Ранее Газпромнефть вошла в число самых привлекательных мест работы по версии будущих специалистов, а рекрутинговый портал Headhunter назвал компанию лучшим работодателем России. На Ямале за последние полгода втрое увеличилось число социальных семей. Это одна из форм оказания социальных услуг, благодаря которой одинокие пенсионеры или инвалиды обретают помощника. Сегодня в округе 90 человек помогают одиноким ямальцам убрать дом, приготовить еду и вынести мусор. Возможность обрести социальную семью у нуждающихся появилась 9 лет назад. За свои услуги соцпомощники получают ежемесячную выплату. В прошлом году ее размер вырос в три раза и сейчас составляет около 20 тысяч рублей. Многодетных мам Ямала поощрят наградами. В этом году 14 жителей цокруга получат медали «Материнская слава Ямала». Такая награда положена женщинам, которые воспитали четырех и более детей. К медали прилагается приятный бонус – денежная премия в размере 250 тысяч рублей. «Материнская слава Ямала» присуждается по результатам конкурсного отбора. Соискатели премии предлагают организации медали. «Материнская слава Ямала» в округе вручают на протяжении уже 12 лет. За эти годы их получили 238 женщин. Награждение приурочено ко Дню Матери, которое отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 27 число. В ноябрьске 23 ноября пройдут епархиальные рождественские чтения. Местом проведения традиционно станет Центр духовно-нравственного воспитания. В город приедут представители православной церкви из разных муниципалитетов Ямала, а также профессора духовных академий. Участники рождественских чтений представят свои доклады по восьми секциям. Православие и образование, православие и семья, молодежь, церковь во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, православие и спорт и так далее. Завершатся чтения круглым столом. Пленарное заседание, также выступление некоторых докладчиков можно будет увидеть на ютуб-канале регионального института развития образования. Там будет запущена прямая трансляция. Власти Ноябрьска объявили большой аукцион на закупку новогодних украшений. В списке более сотни различных световых конструкций для размещения в местах массовых гуляний и на опорах освещения. Так, в этом году новогоднее настроение горожанам будут создавать три светящихся воздушных шара, два высотой от 4 до 5 метров и один большой шестиметровый. Объекты сконструируют так, чтобы была возможность зайти внутрь корзины воздушного шара. Кроме того, на улицах должны появиться пятиметровый сказочный куб за зеркали, четырехметровая светящаяся льдина, ресные шишки и двухметровое кресло планета. По предварительным подсчетам изготовления и поставка всех конструкций обойдется в 19 с лишним миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 ноября. А сами конструкции изготовителям нужно будет привезти в Ноябрьск к 17 декабря. В Ноябрьск съедутся любители снежных боев. В городе пройдет турнир по юге Гассин. Он станет уже вторым по счету для Ноябрьска. Первый проходил в июне в летнем формате. Теперь же бои проведут на снежках, как и положено. Турнир откроется 3 декабря. На этот раз лучших выберут в двух лигах. На поле боя выйдут представители работающей молодежи и студенты. До 1 декабря мы принимаем заявки. Мы разослали информационные письма по городам Ямала. Сейчас у нас еще думает Тюмень, Нижневартовск принимают решение. Но вот с Екатеринбурга уже подтвердили участие две команды с университетов. Едут к нам. В команде должно быть 6-8 человек. Представители команд-победителей войдут в состав сборной Ямала. В 2022 году она отправится в Мурманск на крупные состязания. Ноябрьский турнир поддержали нефтяники в рамках программы социальных инвестиций компании «Газпромнефть». Нам очень понравился тот формат работы, когда накануне соревнований мы проводим тренировки. И как раз эти тренировки проводят наши эксперты, которые прилетают к нам с Мурманска. 4-го мы открываемся. И у нас проходят полуфиналы, отборочные в группах. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Продолжение следует...